Добрый вечер, мы работаем в прямом эфире. Сегодняшний день принес массу интересных новостей и событий, о которых мы сейчас и будем говорить. В частности, начнем мы нашу программу с акции, которую московские докхантеры анонсировали на севере Москвы, объявили большую охоту на собак. Сегодня Государственная Дума в первом чтении приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков несовершеннолетних. Также Московская Городская Дума обсуждает активно инициативу об увеличении штрафов за неправильную парковку. А также мы, естественно, поговорим о завершающем дне работы Всемирного экономического форума в Давосе. Итак, правоохранительные органы Москвы сделают все возможное для пресечения акций докхантеров, которые они планируют провести в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Меры принимаются в связи с появлением в интернете призывов активистов движения к своим единомышленникам устроить вечером 25 января, то есть сегодня, массовую облаву на бродячих собак. На сайте докхантеров ранее появилась информация о сборе вечером на севере Москвы, в районах Свиблова, Бабушкинска и так далее. Напомню, что вылазки докхантеров в прошлом году происходили в Москве несколько раз. Жертвами отравителей стали десятки собак. В сентябре в парке имени 50-летия Октября в районе проспект Вернадского на юго-западе Москвы неизвестные разбросали напичканный ядом мясной фарш. Не менее 70 домашних собак пострадали, понюхав или попробовав отраву. В октябре около полутысячи владельцев собак и зоозащитников собрались в столичном Новопушкинском сквере с требованием привлечь к ответственности докхантеров. По сведениям организаторов митинга, только в 2012 году на улицах Москвы погибли более тысячи бездомных и домашних собак. Телефон прямого эфира плюс 7495-6510-996. Пожалуйста, звоните. А к нам по телефону присоединяется знаменитый российский актер Леонид Ермольник. Леонид Исакович, добрый вечер. Добрый вечер. Леонид Исакович, вы как раз были одним из участников того митинга, о котором я сейчас говорил, в октябре. Скажите, пожалуйста, ну все-таки история спорная, на мой взгляд, с тем, что сами собачники и владельцы собак далеко не всегда, мягко скажу, соблюдают правила содержания своих питомцев. Безусловно, конечно, сколько людей, столько бывает, как во всем навыков, правил, культуры. Просто мы же сейчас говорим не о правилах содержания собак, а мы говорим об убийстве безжалостном, безразборном, об античеловеческих поступках. И говорим об этом уже давно и много. И я, честно говоря, просто выхожу в эфир для того, чтобы поблагодарить радиостанцию за то, что вы тоже обратились к этой теме и хотите обратить на это внимание. Но я испытываю некоторый пессимизм по отношению к этому вопросу или, вернее, к его решению, потому что митинги, они ведь делаются не для того, чтобы люди собрались и друг другу чего-то рассказали, а, наверное, для того, чтобы обратить внимание соответствующих ведомств и руководства города, если хотите, странные на то, что эта проблема существует. Дело ведь не в собаках, а дело в том беспределе и в той вседозвольности, безнакаженности, которая происходит. И ВОЗ поныне там я не видел никаких и не слышал ни о каких поступках и о каких-то предпринятых мерах со стороны властных структур и регулирующих организаций для того, чтобы хоть что-то сделать, для того, чтобы пресечь безжалостное убийство животных. Можно по-разному относиться к животным, можно по-разному относиться к людям, к детям и так далее, и так далее, но это не значит, что люди могут позволять себе убивать. Вот и все, вот о чем идет речь. О том, что должен быть порядок и о том, что нужно правильно выгуливать собак, и нужно за ними следить, и нужно делать так, чтобы они не доставляли дискомфорт окружающим. Это естественно, это понятно, но нельзя за огрехи единиц расплачиваться сотнями жизней любимых питомцев. Потому что для многих собака это может быть порой единственное живое существо, чем люди делят свое время, свою жизнь. Это единственный комочек тепла и любви, и взаимности. И поступать могут только так нелюди, кто разбрасывает яд и отраву. Вот с чем бороться нужно. Нужно бороться не с собаками, а с людьми. Совершенно с вами согласен, Леонид Иванович. Я просто единственное хотел бы такую ремарку сделать. Вот вы говорите о том, что без действия властей, но оно как в отношении тех, кто травит собак, так и в отношении тех, кто не соблюдает правила выгул собак и так далее. Тут ведь тоже введены штрафы, но я не слышал ни об одном штрафе, если собака, извините, сходила по малой или большой нужде на детской площадке. До этого нам еще очень далеко, вы знаете, мне много приходится бывать за границей, и даже тогда, когда я выезжаю со своим перспективом, когда он не у меня, скажем, на участке, мы ходим с целлофановым пакетиком. Это все очень просто. Если вокруг люди себя ведут нормально, и у них принято так, нужно жить по закону, по которому живут люди вокруг тебя, потому что ты вписываешься в ситуацию. У нас до этих пакетиков, наверное, очень далеко, давайте будем тридцать между людьми, хотя, безусловно, к этому стремиться надо, но это опять-таки мы уходим в сторону от проблемы. Мы очень много чего нарушаем и без собак, да, и мы все время отвлекаемся, или нас отвлекают сознательно на какие-то проблемы, у нас все время, я не знаю, там, повышают налоги, растут цены, коммунальные платежи, рвутся трубы, еще чего-то, еще чего-то. Все время вот как-то говорить надо о людях, мы, вот это то, что, чем всегда Россия была удивительна и прекрасна, то, что здесь жили добрые люди и прощали всем их силам, и через добро добивались каких-то положительных результатов, и была ответная реакция. Сейчас это превратилось в какую-то злость, в какую-то непонятную, безобразную месть, и эта месть достается людям, которые этого не заслужили. Я бы хотел, чтобы эти докхантеры это услышали, потому что их, может быть, имеющие основания, как бы противодействие, оно направлено совершенно не на тех людей, и если бы они были серьезнее, внимательнее, они могли бы просто выставлять какие-то патрули, вот контролировать как раз то, о чем вы говорите. Ну, бог даст, вот сегодня милиция взялась за это дело, полиция, извините. Бог даст, все нормально пройдет. То есть не произойдет того, что нам всем не хочется. Вы знаете, я прекрасно понимаю, как взрослый человек, что докхантеров найти очень легко. Просто этим должны заниматься специалисты. И если найти докхантеров, я же не говорю, что их нужно... Я когда сказал, что если бы я это увидел лично, то я не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Может быть, я из-за этого сел бы в тюрьму. Но правоохранительные органы должны этим заниматься профессионально. И если будет понятно, что так беспредельно, без жалости себя вести будут наказуемо, то, конечно, этого беспредела не будет, за что нужно прорваться. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. А к нам присоединяется по телефону Наталья Истратова... Простите, Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТО. Ирина, добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Ирин. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, та реакция, которая сегодня последовала от правоохранительных органов на попытку организоваться докхантеров, она адекватна? Ну, если отматывать назад, то уже очень все неадекватно происходит. И мы... Я с каждым словом согласна Ермольника. Потому что давным-давно реакция должна была быть властей. Очень запустились ситуации. И она, на самом деле, глубже, чем ее воспринимают вот в этом отсеке, что якобы какие-то докхантеры. Мы бы их даже так не называли. Им название давно дано. Шариковы. Их сто лет назад Булгаков назвал. Поэтому с одной секундой можно вычислить, с какого айпишника уходил то или иное сообщение. Просто в этом никто не заинтересован. У нас сейчас масса блогов и сайтов, на которых откровенная рождествененка вывешивается. И мы уже получили поколение жесть, которое неимоверно жестоко. И двоекратный рост подростковой жестокости – это те люди, та молодежь, которая воспитывалась на вот этих блогах и сайтах. То есть надо уже, наверное, бить в колокола психиатрам и ставить вопрос, что... Ну, много таких факторов, как и в том числе электронные игры, и масса всего, и телевидение. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность принять участие в нашей программе. У нас, к сожалению, ограничено время. Мы говорили о попытке докхантеров сегодня организовать массовую облаву на собак. У нас короткие новости. После мы продолжим. Мы продолжаем обсуждение главных событий уходящего дня. Телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять шесть пять десять девяносто девять и шесть. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекта запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Документ предполагает наказывать граждан, виновных в пропаганде гомосексуализма, штрафами от четырех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от сорока до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц до пятисот тысяч рублей. При обсуждении данного законопроекта парламентарии отметили необходимость доработать документ. В частности, Думскому комитету по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовали уточнить понятие термина гомосексуализм или заменить его другим термином, а также уточнить понятие пропаганды и диспозицию предполагаемой законопроектной статьи. У нас на телефонной связи Ольга Алимова, член профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от Коммунистической партии. Ольга Николаевна, добрый вечер. Да, да. Добрый вечер, добрый вечер. Действительно было жарко обсуждений, но перед этим вы знаете, что принимали закон о запрете порнографии и так далее. К сожалению, когда принимает закон, идея сначала хорошая, а потом она выхорачивается. Безусловно, я против того, чтобы велась пропаганда гомосексуализма. К великому сожалению, к великому сожалению, мы говорим сейчас об открытой пропаганде, но мы ее зачастую и не наблюдаем как таковую. Она есть в скрытой пропаганде. Давайте посмотрим передачи, в том числе по телевидению, параде и так далее. Выступают представители данной, так сказать, нетрадиционной ориентации. Их показывают приустевающим людьми, и что все счастье и благо наступило только от того, что они вот по-иному видят мир, как это нам преподносится. Но ведь, к сожалению, если по-иному видишь мир, по-иному представляют эти госсенности, по-иному развивается государство. Поэтому, вот когда мы говорим о том супермаркете, зацепляется за то, что нет определения определенного какого-то, как это формулируется. А что такое, значит, не знаю, там, некоторые, ну, технологии различные. И приходится очень долго работать над тем, как правильно сформулировать. Таким образом, можно в целом заболтать закон, и он так и не выйдет. Ольга Николаевна, извините, извините, пожалуйста, а вот вы говорите о скрытой пропаганде. Вот сегодня Владимир Вольфович Жириновский сказал, что, собственно, обсуждение в Думе этого законопроекта и есть уже пропаганда. То есть заставляет сообщество... Да, да, соцсоредоточить общество, соцсоредоточить внимание на проблемах, которые, не будем говорить, вызывают живой интерес, но отвлекают от действительно серьезных проблем в государстве. Понятно. Скажите, вот на ваш взгляд, все-таки, почему нельзя было этот закон объединить, скажем, как раз вот с тем же законом о запрете порнографии? Ну, просто запретить пропаганду откровенную сексуальных отношений, там, для подростков до 16 лет? Ну, понятно, по телевидению показывают, да, там есть где-то и в журналах есть и так далее. Вы знаете, к великому сожалению, прохождение закона проходит по времени достаточно длительный период, отрабатывает, вырабатывает и так далее. Бывает так, что законопроекта лежат один созыв, два, три и четыре даже созывы есть законы. Поэтому чем больше объединяются законы вместе, если есть общее желание его принять, значит, он проходит быстро. Если есть желание поговорить о нем, интерес к нему вызвать, к этой проблеме, пообсуждать и замылить его, то чем больше объединяешь, тем больше шансов, что он никогда не пройдет. Понятно. То есть в данном случае мы, вот если чуть-чуть отойти в сторону, на каждый случай жизни принимаем отдельный закон? Нет, почему? Вы просто так бы должны быть, что объединить все темы, вот как вы сказали, порнография, объединить, значит, проблемы гомосексуализма, нетрадиционные ориентации любовь и так далее, и так далее. Можно было, но я еще раз повторяю, если на это есть воля принять такой закон. Я боюсь, что этот закон принят, будет, но выхолостит суть закона. То есть вы считаете, что, по сути, это только обсуждение и сотрясание воздуха? Конечно, конечно. Да, да, да. Повеселиться, обсуждать, привлечь внимание. Ведь кто полагирует этот закон, ну, значит, потом в результате получится, что никто никого не пропагандировал, никто нигде это не рекламировал, и все останется, как и было. Но сегодня вот у ворот, у дверей, вернее, Государственной Думы даже драка была между, с одной стороны, активистами православными, с другой... Да, да, и те, кто представляет мир в ином свете, и те, кто, как я говорю, скоро будет уже неприлично признаться, что это нормальная сексуальная ориентация у нас так в стране. Пока, к сожалению, у нас в руководстве страны находятся люди, которые видят по-иному свет и по-иному отношение между полами, к сожалению, у нас будет вот непринятие таких законов и долгое их обсуждение, и реальности не будет, реального претворения в жизни этих законов. Ольга Николаевна, вот, насколько я понял из информационных сообщений, на доработки какие-то возвращают, ну, на определенные доработки в ваш комитет законопроект? Зачастую всегда, так происходит всегда, так происходит на доработку, потому что даже если приняли в первом чтении, это принимает концепцию, а затем обсуждает и вносится коррективы разной иной точки зрения. С юридической точки зрения нужна четкая формулировка, так как если это придется обращаться в суды за контролем и исполнением того или иного закона, это должно четко звучать, и чтобы не было попыток проктовать так, как удобно той или иной судебной инстанции. Хорошо, а когда будет второе чтение? Непонятно пока? Мне сложно сказать, когда будет второе чтение, как поработаем, сейчас у нас будет неделя в регионе, потом неделя комитетов, работаем, вот, может быть, на той неделе, через неделю проработают в комитете, и как дадут установку с правительством, как быстро надо принять, когда хотят быстро принять, в течение трех дней, за ночь и так далее приняли, если не хотят, можно ждать годами. Большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что у нас на прямой связи была Ольга Алимова, член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от Компартии. Сегодня Госдума обсуждала и приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. К нам присоединяется по телефону Эдуард Мишин, главный редактор с сайта гей.ру. Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а почему такое резкое неприятие со стороны ЛГБТ-сообщества вызывает этот законопроект? Ну, а вы считали, что он будет поддержан ЛГБТ-сообществом, разумеется. Самый первый вопрос, кто будет определять, что такое пропаганда, какие за это последуют наказания. И, в общем-то говоря, закон явно направлен не для того, чтобы действительно оградить детей от пропаганды, а для того, чтобы решать какие-то свои политические задачи в той или иной степени. Что в этом может быть замечательным? Разумеется, его все приняли в штыки. Просто речь шла о том, что якобы нарушаются гражданские права сексуальных меньшинств. В чем выражается, на ваш взгляд, нарушение гражданских прав с принятием именно этого закона? Ну, в общем-то говоря, здесь легко проследить, например, по судьбе, к сожалению, закрывшегося в бумажном варианте журнале «Квир». Единственный гей-журнал в России, который выходил. Как только был в Питере принят такой закон, журнал мы там издавать больше не смогли. Сейчас, можно сказать, в какой-то степени удачно успели закрыть его до того, как закон был принят в Москве. То есть, в общем-то говоря, никакого своего общественного бумажного носителя у гей-сообщества не осталось. Потому что распространители не хотят распространять журнал, который вполне возможно служит пропаганде, в киосках, которые, возможно, находятся рядом со школой и так далее. А следующим вопросом, который мы ждем, это... Простите, рядом со школой в киосках нельзя и паранографию гетеросексуальную продавать? Ну, это был не паранографический журнал, это был журнал, в общем-то, такой общественного значения. Но это никого не волновало, честно говоря. То есть, как только возник вопрос о пропаганде гомосексуализма, никто не разбирается в том, что такое пропаганда гомосексуализма. Если, как бы, гомосексуальность в той или иной степени упомянута, это уже считается пропагандой в любом виде. Поэтому я, честно признаться, жду, когда уже придут закрывать сайт ГИРУ, потому что, ну, по сути, мы тоже, наверное, пропагандируем гомосексуальность. И даже если мы написали на сайте 18+, в общем-то, как можно догадаться, это никогда никого не остановится. Зайдет ребенок узнать, что же это такое, а в результате мы оказались виноваты в том, что мы каким-то образом пропагандировали гомосексуальность. В общем, это какой-то абсурд абсолютнейший, который, к сожалению, дает просто лишний рычаг для... Вот вы сейчас только что сами сказали, вот зайдет ребенок узнать, что это такое. А вы не считаете, что детям, там, ну, скажем, лет до 14, вообще лучше не знать ни про какие отношения? Или вы считаете... Ну, может быть, родителям стоит следить за тем, чтобы дети вообще в интернет не выходили лет до 14? Ну, я бы для многих сайтов так и сделал. Но, видите, к сожалению, за пропаганду гетеросексуальных отношений закон не приняли, а приняли только гомосексуальных. Поэтому следить за детьми никто не будет. Делать они будут, как всегда, что хотели. И продолжать. А страдать будут, в общем-то говоря, совершенно невинные проекты, где никто ничего не пропагандирует, где люди обсуждают свою общественную жизнь, личную жизнь. Согласитесь, если вдруг внезапно вы интересуетесь, например, автомобилями и ходите на сайты, и вдруг внезапно узнаете, что теперь это запрещено, вот что вам теперь делать, по большому счету? Ну, перестать забыть о своем хобби, ну, такое грубое сравнение, конечно, да? Перестать читать журналы, не смотреть передачи. Согласитесь со мной, что вот как раз в области интернета ограничения, ну, практически невозможно. Вы переедете в другую доменную зону и будете так же работать? Ну, в какой-то степени да, но тем не менее мы-то находимся в российской доменной зоне. Я понимаю, но многие сайты переезжают, и закрыть их нет никакой возможности. В том числе экстремистские, террористические, какие угодно. В чем проблема-то тогда? Ну, видимо, проблема в том, что действительно сначала как бы сайты надо будет переносить, а через какое-то время я так подозреваю, что и переезжать придется, потому что уже само нахождение в этой стране покажет... Да, Господь с вами, Господь с вами. Я вас умоляю, у меня есть достаточное количество представителей, я так скажу, нетрадиционной социальной ориентации, прекрасно себя чувствуют, занимаются бизнесом, работают в самых различных сферах успешные люди. Согласен, но тем не менее столько разговоров и реальных уездов, отъездов в другие страны, сколько происходило за последние пару лет, я давно не могу вспомнить. Ну, простите, но уезжали же не только представители гомосексуальных сообществ, да, и много кто уезжает, потом много кто возвращается. Я не понимаю, почему происходит некое деление по ориентации. Мы все граждане. У нас у всех одинаковые права. Так, но при этом почему-то говорить о своей сексуальной ориентации мы, например, уже не можем, потому что кто-то может посчитать это пропагандой. То есть вы полагаете, что открытое заявление будет считаться пропагандой? Однозначно. Хорошо, но речь ведь идет не о... Если люди выходят на улицу с плакатом, я хочу, что-то типа там, как там Фейна Ранецкая сказала. Да-да, я помню эту цитату. Есть только два вида извращений. Да, балет на льду и что-то там еще. Да, и при этом человек попадает... Но речь-то идет о пропаганде среди детей, среди подростков. Пожалуйста, все старше плюс 16 плюс и, пожалуйста, 18 плюс. Я вышел на улицу с плакатом. Формально говоря, меня видел и подросток. Я открыл сайт в интернете формально, ко мне зашел и подросток. То есть подросток, в общем-то говоря, может появиться из ниоткуда. И даже сам не знать, что такая пропаганда рядом с ним была и имела место. Я говорю, это очень удобный механизм, на самом деле, для манипуляции людьми. И для того, чтобы вам... Пока ваш ресурс как бы нормальный, и он там... Большое спасибо, извините, у нас новости. Спасибо, что приняли участие в программе. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Телефон в студии плюс 7495-6510-996. В столице вырастут штрафы за неправильную парковку во дворах, которые могут существенно ударить по карману большинства автовладельцев. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже внесены на рассмотрение Мосгордумы. Как предполагается, с хозяев легковушек будут взыскивать по 5000 рублей, с владельцев грузовиков до 200 тысяч рублей. По мнению экспертов, одной из целей новых репрессий является очередная попытка властей загнать автолюбителей в полупустующие и непомерно дорогие так называемые народные гаражи. К нам присоединяется по телефону адвокат Александр Гулько. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, с точки зрения правоведа, такое повышение штрафов, оно обосновано, вернее, не обосновано, законно ли оно? Ну, скажем так, с позиции, законно ли оно, оно законно и разумно было бы тогда, когда была бы почва, готовая для того, чтобы люди ставили машину туда, где они никому не мешают. Мы все прекрасно знаем, что в большинстве районов города Москвы, в том числе и центрально, ставить машин абсолютно некуда. Поэтому разумно, да, разумно, только если есть соответствующие условия. Поэтому в условиях нашей жизни, вот сейчас, когда мы оторвемся немножко от закона, в принципе, это неразумно, но законно, к сожалению. Александр, вы знаете, я вот с коллегами сегодня как раз по этому поводу беседовал и делился впечатлением. В понедельник в самом центре города Москвы видел ситуацию. Джип заезжает, единственный пешеходный проход перегораживает, выходят две прекрасные девушки и идут в торговый центр. Даже не попытавшись найти место для парковки. Вот просто заезжают сразу, встают, бросают машину и уходят. Ну, для таких людей, для этого процента, который будет штрафоваться по таким вот ценам, да, это вполне разумно, это хорошо. Для них 5 тысяч рублей так же много, как для нас с вами, потому что деньги они считают больше. Хоть там, может быть, и чужие, да, но все равно. Их придется вынимать очень там сложно, да, лишние проблемы. Поэтому, в принципе, само повышение штрафов, это разумно, только надо для этого делать соответствующие условия. Тогда будет всем приятно. И как такового вопроса, такого не будет вообще. Понятно. Если будут исправно ставить машину на свои места, а где не надо, парковаться не будет. Ну, вот парковаться не будет. Вы приезжаете в Европу, и вы паркуетесь, если вы знаете, там, где надо. А где не надо, вам потом приходит привет по почте или там в компанию, где вы брали в аренду машин. Понятно. Но мы, к сожалению, не в Европе. Все-таки, мне кажется, что дело лежит в двух плоскостях. С одной стороны, конечно, нужны парковки. С другой стороны, все-таки большая доля ответственности лежит, собственно, на водителях. Потому что бросают машины, как хотят. Несмотря ни на какие штрафы. Ну, я с тобой с вами, да. Это абсолютно правильно. Поэтому для тех людей, которые бросают, как хотят, ну, не считая нас с вами, уважаемые граждане города Москвы, да, это будет очень прекрасная мера, превентивная такая. Ну, по-моему, штраф получит, ну, не будет ходить в торговый центр прямо в двух шагах. Будет идти ходить по верному месту. Понятно. Но, тем не менее, вот ситуация с народными гаражами, да, так называемыми, она как-то исправит положение вещей или нет? Если они будут существенно снижены в ценах тех, которых люди смогут их приобретать, да, или пользоваться хотя бы ими военными, или как-то еще их использовать в нормальных, вот в разумных пределах, она, да, она будет, в принципе, вполне соответствовать тому, что пытаются сделать правительство. Если цены останутся такими же, которые есть сейчас, я боюсь, что народные гаражи останутся хрустовать. Все равно их будут сдавать в аренду, все равно там будут какие-то такие всякие темные вещи, там, почему машины там стоят, но с ними ситуация только улучшится тогда, когда понизят цены. Больше никак. По-другому, функционируют нормально, они, к сожалению, не смотрят. По данным, которые разные источники приводят, эти народные гаражи стоят от 500 до 800 тысяч рублей. Ну, я знаю, что от 300 они стоят, поэтому я считаю, что это неразумно. Я, допустим, простой обыватель, который получает там, ну, допустим, среднюю зарплату там 45 тысяч рублей, и имея машину какую-нибудь тоже такую среднюю, не буду покупать даже в кредит этот народный гараж, потому что мне это, в принципе, абсолютно невыгодно и неинтересно. Я буду парковаться где-то далеко в метро, идти пешком, если будет безвыходная ситуация. Или в любом случае откажусь от машины, если совсем будет плохо со штрафами там и так далее, то есть условия будут меня ужимать. И в этом случае, я думаю, так поступит, наверное, большинство людей, и народные гаражи постепенно здесь как-то время провалятся. Ну, или там примут какие-то меры по уменьшению их стоимости, что вряд ли. Понятно. У нас есть телефонный звонок, слушатель Алексей. Алексей, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Вот я бы хотел с вами поговорить по поводу народного гаража. Да, пожалуйста. Да, вы знаете, я не интересовался особо, где они построены. Вернее, даже я сказал так, что я интересовался этим одно время, и понял для себя, что этих гаражей очень мало. То есть рядом с моим домом этих гаражей, в принципе, нету, они не построены. То есть я знаю, что вот, грубо говоря, там в большом радиусе он есть, но для меня это совершенно нереально, он очень далеко, поблизости таких гаражей нету. То есть, в принципе, я живу в обычном спальном районе, утыканном домами, которые, в принципе, не спланированы под то, что у многих будет машина. То есть если вот сейчас мы, насколько знаем, что у нас намного меньше на тысячу человек машин, чем в Европе, при всем при этом наши дворы сделаны таким образом, что даже это количество машин некуда ставить. Вот. Это вот во-первых. А во-вторых, вот у меня, например, во дворе, несмотря на то, что это новый квартал, есть место, где стоят ракушки. Они занимают небольшой такой пятачок, на котором прекрасно бы построили бы, могли бы построить народный гараж. Я уверен, что эти гаражи были бы куплены даже по тем ценам, по каким они сейчас продаются. Но их нет, этих гаражей, их не строят. Ракушки на том же месте в огромном количестве у нас в районе. Бороться с ними никто не хочет. А много мест, которые сейчас занимают ракушки, можно было бы на этих местах строить народные гаражи. Я думаю, что их покупали бы. Спасибо. Понятно ваше мнение. Я позволю себе небольшую ремарку. Могу вам ответственно заявить, что в Европе, особенно в старых европейских городах, проблемы парковок, ну, если не тяжелее, там может быть чуть где-то меньше машин, скажем, в Праге или в Париже, которые сами по себе меньше, чем Москва. Но особенно в историческом центре, а это почти вся часть города, припарковать машину целая проблема, огромная проблема. Ну, да, я, насколько знаю, что и во Франции там есть такая привычка ставить бампер к бамперу, вот, и на всех машинах старапины, то есть это у них как визитная карточка. Ну, центр города, да, я согласен с вами, но в Москве вряд ли, мне кажется, приживется полностью вот такой общественный транспорт, что большинство ездит на общественном транспорте, все равно он не такой удобный, как машина, как бы вот там не старались выделенными полосами, пока это реально не будет удобно, люди будут ездить на машины. Да, и в метро вот недавно были снегопады, я вот реально заметил, насколько людей стало больше, по-моему, это вообще критично стало вот в эти дни, то есть там, где я никогда не видел пробок из людей, они там были, то есть я вот езжу обычно в одно и то же время, я всегда вхожу в поезд, вот с снегопада я заходил во второй поезд попадал, а на кольцевой так получилось, что я ехал с приятелем, я зашел, он остался, то есть людей заметно прибавилось, хотя пересели тоже не все как бы в эти дни, и многие были на машинах. спасибо вам, Алексей, за звонок, Александр, скажите, пожалуйста, вот как, наверное, вы и шофер, и пешеход тоже в одном лице, как и многие из наших слушателей, на ваш взгляд, вот не профессионального юриста, а человека, обывателя, а обывателя, где, где может лежать ключ к решению проблемы? Ну, начнем с того, что самая проблема лежит очень давно, поскольку у нас вообще город изначально давным-давно еще не был приспособлен вообще, в принципе, для большого количества машин, да? Это правда, абсолютно. В советские времена, там, застой, там, даже перестроечный период, и вот там где-то в конце 90-х, в середине начали появляться отдельные экземпляры, там, с каким-то красивым Мерседесами и другим хламом, там, такого страшного названия, да? И сам город не приспособлен сейчас ведется, в большинстве случаев, когда вы покупаете квартиру, там, в каком-то достаточно новом и очень далеком районе, куда пешком достаточно трудно добраться, машину все равно не поставить на территорию дома, потому что там будет платный гараж. И это проблема, которая будет еще идти у нас, наверное, ну, лет 10, как минимум. И решить ее можно будет, наверное, на следующем путем. Во-первых, надо делать платные дороги. Меньше будет людей в городе, ну, проблема с парковками, там, какими-то местами парковочные будет каким-то образом все-таки решена, да, люди отсеются. То есть не все захотят платить там по 100-150 рублей для того, чтобы поехать, например, просто так покататься и побомбить там район Тверской, да? Ну да, понятно. С ракушками, то, что говорил слушатель, я, к сожалению, не запомнил имя, очень извиняюсь. Алексей. Это проблема еще с 2004 года, и она фактически была решена и подготовлена для того, чтобы сделать народные гаражи. Тогда принимались автоматические решения судов на слоз ракушек, люди, которые пытались протестовать, мало что-то получили. Ракушки в большинстве районов были убраны. Я, в принципе, и по свальным районам тоже езжу часто и бываю много где, и не очень много их вижу, скажем так. Где-то наверняка остались такие-то такие расцветники, которые просто в государство плюнуло и подумало, ну и ладно, пускай стоят. Собственно, там и строить не надо, в общем, про них и забыли, да? Александр, извините, что я вас перебиваю, у нас просто мало времени, у нас есть еще звонки. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. А к нам присоединяется автомобильный журналист Алексей Хресин. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот эта инициатива, на ваш взгляд, оправдана, не оправдана и возымеет ли оно то действие, на которое рассчитывают власти? Она оправдана, она необходима. Другое дело, что выполнение законов обеспечивается, так сказать, не их суровость, а не отвратимость и наказание. Вот этим, к сожалению, в нашей стране тяжело. Потому что мы издаем постоянно, так сказать, законы, дублирующие уже существующие, мы создаем дублирующие структуры, которые уже этой проблемой должны заниматься. И вот так это как-то поладится. Я понимаю, что в спальном районе, к примеру, в моем, где на газонах, на тротуарах бросают машины как угодно, инспектор ГИБДД ходить не будет и выписывать штрафы, как мы это в кино в Западном видим, под дворник класть его. Но видеокамеры, пожалуйста. Так дальше обрабатывать результаты с видеокамерой будут. А здесь не нужно инспектор ГИБДД. Все, что находится в дворовой территории, это зона ответственности участковых инспекторов, а также управляющих компаний. Они должны за этим следить. Но, к сожалению, управляющие компании, они занимаются только теми вопросами, на которых реально получить откат, те вещи, на которых откат получить. А на каком основании они будут следить за парковкой? Любой нарушитель их, простите, пошлет подальше по-русски и будет прав. Они берут подмышечку участкового. У нас есть как бы постановление, которое давным-давно запрещает и парковку на дворуаре, парковку на газоне. У нас есть экологическая милиция, которая должна за этим следить. Они должны вызывать эти все органы. Они выписывают. И если их пнуть, они на самом деле через какое-то время начинают шевелиться, прибегают и начинают что-то делать. Другое дело, что их никто не беспокоит, они ничего и не делают. Прямо без этого хорошо. В принципе, тогда по следу этой логике достаточно телефонного звонка простого жителя? Нет, телефонного звонка недостаточно. Телефонный звонок, он будет точно так же проигнорирован. Должна быть массированная компания с написанием писем в мэрию, в префектуру, еще куда-нибудь, еще куда-нибудь. А так, все, что дворовая территория, это участковый инспектор. То есть, управляющая компания берет участковый инспектор. Они ходят, как бы, переписывают номера машин, составляют протоколы. Большое спасибо. У нас на телефонной связи был Алексей Хресин, автомобильный журналист. И мы говорили о том, что московские власти собираются резко повысить штрафы за неправильную парковку автомобилей во дворах, на газонах и на тротуаре. В швейцарском Давосе завершает свою работу Всемирноэкономический форум. К нам по телефону присоединяется главный редактор радиостанции Финам-ФМ Катерина Романова. Катерина, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил и слушатели. Да, действительно, сегодня, 25 января, продолжает свою работу Всемирноэкономический форум. Закончится все это завтра. А сегодня в Конгресс-центре идут пленарные заседания. Слены русской делегации проводят встречи с инвесторами и партнерами. Надо сказать, что в течение недели в Хаосов Раша, это другая площадка, проходили не только брифинги и презентации, но и приемы компаний-партнеров с воплощением хаосов Раша, культурного образа России. Так, 23 января на приеме холдинга «Н-Плюс» Олег Дерипатский гости форума наслаждались произведениями великих классиков с ртуозным исполнением Дмитрия Когана и Самарского камерного оркестра «Волга-Суармоник». Вчера, 24 января, на приеме у АУ-курорта Северного Кавказа гости Дома России познакомились с национальной кавказской кухней, музыкой и танцами в исполнении государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лизгинка». Перед приемом мне удалось побеседовать с председателем совета директоров ОАО курорта Северного Кавказа Ахмедом Билаловым. Фрагмент интервью предлагаю послушать сейчас в прямом эфире. Для нас Довоз такое особенное место. Дело в том, что два года назад президент Медведя представил наш проект именно в Довозе для международного аудитории, инвесторов. Поэтому мы, конечно, за два года очень далеко продвинулись. И для нас в этом смысле Довоз может, конечно, наша биография где-то какое-то земное началось здесь. Что внутри в регионе происходит? Какая ваших внутренних целей? Очень долго, конечно, с Кавказом не занимались в принципе. Были очень много негативных тенденций. В принципе, с назначением от Хлопоина ситуация начала кардинально меняться. Но не то, что Хлопоина, а сколько эта областрация объявила о том, что мы этим вопросом занимаемся серьезно. У нас же нет вице-примеров по географическому признаку. Они у нас все по отраслям. А здесь, когда вице-пример значит, он имеет возможность специально и президента, и правительство это кардинально меняет его возможности. Поэтому буквально недавно появилась государственная программа развития земли Кавказа до 25-го года. Это показывает инвесторам возможность прогнозировать свои планы, строить свои какие-то отношения. И мне кажется, в этом смысле те шаги, которые сделало государство, правительство, они очень наглядно и очень показывают решимость, что делается в регионе. Очевидно, что это показывает серьезность намерения. Когда государство скажет, что мы в течение 10-15 лет будем делать вот так. Правильно ли я понимаю, что вы активно используете зарубежный опыт в развитии и в регионе его применяете на деле? Ну, безусловно, то, что мы сейчас делаем, давно было сделано в 60-е годы в Италии, во Франции, в Германии, в Суцарии. Естественно, мы стараемся взять лучшее и все делать, не повторяя тех ошибок, которые были сделаны. Ну, в частности, многие европейские курорты, они выросли с деревень. Там есть масса ограничений, люди нельзя переселить, уже улицы узкие сложившиеся. Поэтому в этом смысле у нас возможно лучше, что мы можем делать все с нуля. Надо делать то, что будет актуально лет через 10-20, а не то, что уже сделано, копируя то, что сделано уже до этого. Добавлю только, что вчера лесгинку танцевали не только участники ансамбля, но и гости House of Russia. А сегодня, вечером, 25 января, свой прием проведет финансовая корпорация «Открытие». О своем участии в форуме рассказал член Совета директоров Рубен Агамбинян. Вот здесь, в Таусе, вам помогло такое скопление лидеров для своего бизнес-сценария выстроить какой-то план, заключить какие-то контракты, провести встречи? Мы не смотрим на этот форум как на место, вот как, знаете, определенные форумы любят сказать, что у нас на форуме было заключено столько-то контрактов, на такие суммы. Мы этим не меряем. Мы потратили время на общение с экспертами, с контрагентами, на то, чтобы услышать их, что происходит, какие влияния происходят. Такая приятная возможность, не находясь в цитноте ежедневной деятельности, просто немножко отвлечься на какие-то происходящие в мире события, которые могут повлиять на твой бизнес. Ну, дело в том, что есть несколько таких важных, в общем-то, событий в мире или России, в которых надо принимать участие для того, чтобы просто понимать, куда все движется в твоей индустрии и вокруг. Потому что мы живем, в общем-то, в достаточно сбалансированной системе. И, соответственно, важно понимать, какие водные надо учитывать, когда ты строишь свою стратегию, бизнес, тактику и так далее, что происходит у других. Что касается стратегии, вчерашнее выступление по поводу стратегии развития Российской Федерации. Какая из стратегий вам симпатична? Или, может быть, у вас есть своя? Да нет, те сценарии, которые, в общем-то, показаны, они вызывают определенное беспокойство больше, чем какой из них ближе. И я все-таки надеюсь, что удастся наладить процесс реформ для того, чтобы, ну, те негативные сценарии, которые были показаны, не произошли бы. На самом деле, в любом позитивном сценарии, он очень простой. Как? Что будет конкретно делаться? Как и когда? Для того, чтобы все эти сценарии произошли. Мне кажется, у нас нету проблем идей, у нас нету проблем сценариев, у нас всегда есть проблема последовательного осуществления выбранного пути и движения по нему. Ваш прогноз по поводу заявки на экспо-2020? У меня нет прогноза, я надеюсь, что мы это выиграем, если мы хотим это выиграть, если у нас есть деньги на то, чтобы это выиграть, но, в принципе, мне кажется, мы уже достаточно участвуем во всяких международных процессах, вот, поэтому уже и так достаточно будет результатов, их, мне кажется, видно, поэтому посмотрим. Итак, последний прием, который проведет сегодня в русском доме ФК Открытия, будет заключительным, больше официальных приемов и больших мероприятий для гостей форума проходить не будет, и это вечеринка, которую, концерт проведет группа Ленинград и называется здесь как файл-пати, завтра Хауссов Раша будет работать в обычном свободном режиме, в котором могут также приходить гости форума и задавать свои вопросы тем, кто присутствует в Доме России, ну и меняться контактами, узнавать, какие перспективы на будущее у этого взаимодействия возможны. Михаил? Катерина, скажите, пожалуйста, вот по вашим личным ощущениям такое массированное присутствие России, презентация разных возможностей, которые есть в России, они достигли своих целей? Что иностранцы говорят? Иностранцы довольны, иностранцы проявляют большой интерес и те, кто бывали на мероприятиях в Хауссов Раша, все уходили с широчайшими улыбками и долго пожимали руки организаторам, участникам и тем компаниям, которые, компаниям-партнерам Хауссов Раша, которые проводили здесь мероприятия. В общем и целом, в самом Довосе мероприятия проходило очень много связанных с Всемирным экономическим форумом. И я думаю, что те, кто посетил Хауссов Раша здесь в Довосе, получили или дополнительные, или первые, но весьма позитивные впечатления России. Большое вам спасибо за то, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что с нами на прямой связи из Довоса была главный редактор радиостанции Финам-ФМ Катерина Романова. Довос-2013 на Финам-ФМ От себя добавлю, что итоги Довосского форума сейчас подводятся очень активно, причем самые разные. Скажем, по подсчетам сайта Грезд, 2,5 миллиона килограмм окиси углерода было выброшено в воздух транспортными средствами, доставившими участников форума в Довос. Вкупе они пролетели 550 тысяч километров по воздуху на сотнях частных самолетов плюс перелеты на вертолете из Цюриха стоимостью 3400 евро. И все это для того, чтобы обсудить новые рамки политики по климату, замечает автор статьи. Один из известных американских блогеров Рос Суворкен подвел итог пребывания в Довосе. По его словам, это 71 тысяча долларов только за входной билет, но эта сумма увеличивается по меньшей мере до 156 тысяч за участие в одном из клубов для приватных дискуссий. Пакет на пятерых, участник плюс супруг, помощник и носильщик и так далее стоит около 670 тысяч. К этому стоит добавить, прибавить частные перелеты, гостиницы и праздники с участием рок-группы диджеев, которые обходятся как минимум в 100 тысяч долларов. В этом году оборот форума составит приблизительно 185 миллионов долларов. И все это для того, иронизирует автор, чтобы разделиться на касты в зависимости от ранга вашего бейджика и послушать гуру организатора Клауса Шваба, произносящего фразы типа «без высокой морали и человечности невозможно выжить». Так или иначе, Даводский форум завершает свою работу. Мы действительно будем надеяться на то, что та большая команда, которая прибыла в Давод из России, все-таки сумела произвести впечатление на иностранных инвесторов и иностранцы заинтересуются больше тем, что происходит в России, откроют для себя возможности для ведения бизнеса здесь, несмотря ни на какие ограничения, риски и сложности, которые есть. Собственно, по большому счету это так и происходит. Кроме того, большим, видимо, итогом этого форума можно считать продвижение и презентацию проекта организации Экспо 2020 в Екатеринбурге на Урале и будем надеяться, что это мероприятие там и пройдет. Кроме того, Даводский форум в любом случае дает возможность людям пообщаться лично, а это очень-очень важно, когда ты видишь глаза своего собеседника, вплоть, можно сколько угодно иронизировать насчет приватных бесед, тем не менее, именно на таких беседах рождаются порой самые интересные и самые сложные проекты, которые потом реализуются неожиданным образом ко всему общему удовольствию. Напомню, что в сегодняшней программе мы успели обсудить сразу несколько больших тем, это и попытка устроить большую облаву на собак на севере Москвы докхантерами, это и принятие в первом чтении закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков. Госдума приняла этот закон в первом чтении, мы говорили о возрастании штрафов на московских парковках, ну и наконец, мы поговорили сегодня о завершающем свою работу в Довозском форуме. Я благодарю всех, кто принимал участие в нашей сегодняшней программе, также благодарю нашу эфирную бригаду за помощь в этой работе и прощаюсь с вами. Всего доброго до понедельника.